Всем доброго времени суток! И сегодня у нас такая злобненькая тема, которая звучит так. Что его во мне раздражало? В принципе, в раскладе могут участвовать и те, кто думает о бывшем своем партнере. То есть, может быть, среди того, что не нравилось партнеру, у вас и будет причина вашего расставания. Что касается тех, кто сейчас находится в отношениях, то вы можете узнать, что вашего партнера на сегодняшний день в вас раздражает. Никакого по гендерному принципу отбора в гадании нет. То есть, закадывать карты могут как молодые люди, так и девушки. Для того, чтобы загадать индивидуальное гадание, вы можете написать мне в личные сообщения. Все мои контакты в описании под данным видео. Ну, а теперь вы можете загадать число от 1 до 9 и слушать ваш вариант ответа. Что же такого раздражает или раздражало человека в вас? Ну, я прошу, конечно, с юмором относиться к таким гаданиям и не принимать все это на 300% с истерикой. Потому что все-таки гадание общее. И это, ух ты, даже вот целый оп там выпал набор карт. Все-таки это гадание общее и оно не может полностью четко отражать чувства, волнения и полностью какие-то отношения между вами и вашим партнером. Но, тем не менее, может дать хорошую подсказку и может быть как-то поможет вам подкорректировать ваше поведение в данной ситуации. Ну, а сейчас мы будем смотреть, для тех, кто загадал цифру 1, смотрим, что раздражало или раздражает в вас, вашего партнера. У нас выпадает королева мечей. Я могу сказать, что партнера в вас раздражает действительно такая холодность и умение трезво принимать решения в любой ситуации, когда, может быть, партнер, например, ваш уже накален до предела и хочет уже бросаться кастрюлями, бить тарелки. А вы в это время остаетесь абсолютно спокойной и хладнокровной. Вот это хладнокровие человека в вас раздражает. Для тех, кто выбрал цифру 7. И здесь можно сказать, что партнера в вас раздражает излишняя мечтательность. В отрицательной позиции, а у нас именно карта отрицательной позиции сегодня в гадании, Данная карта может означать какое-то ваше витание в облаках, может быть, какую-то вашу несерьезность, может быть, очень, ну, какое-то такое большое количество мечтаний в вашей голове, а также ваше какое-то прожектерство. То есть сегодня вы занимаетесь одним, мечтаете об одном, завтра занимаетесь другим. Ну, соответственно, это человеком может вас раздражать. Для тех, кто загадал цифру 2. Ну, и тут можно несколько вариантов представить по данной карте. Что это в вашем случае решать исключительно вам, потому что вы вашу ситуацию, естественно, знаете лучше. И гадание не является индивидуальным. Так вот, первый вариант это то, что человеку не нравится ваша самостоятельность и желание порою уединиться. То есть когда вы хотите побыть в одиночестве, партнер не может понять, почему вы уходите от него, почему вы можете закрыться в комнате, например, посидеть. Это его невероятно раздражает или раздражало. То есть он считал вас, если отношения в прошлом, крайне независимым для себя человеком, ему хотелось более тесного, более открытого, более частого и масштабного общения. Другой вариант по этой карте может быть ваша болезненность. То есть если у вас какие-то заболевания, если вы часто себя плохо чувствуете, выносите какое-то недомогание, если вы заболеваете часто, вот это партнера вашего раздражало или раздражает. Кстати, по этой карте человек мог бросить вас в одиночестве, когда с вами случилась какая-то беда. Причем беда в основном по здоровью и достаточно серьезная. Например, человек не пришел в больницу или человек не оказал какую-то помощь при лечении. Вот это тоже может быть по данной карте. Для тех, кто загадал цифру 9, мы смотрим. Ну и тут, пожалуй, ответ элементарный. Один из самых ясных во всей этой выкладке. И здесь мы можем сказать, что человеку не нравилось или не нравится ваше умение спорить, ваша любовь к спорам, к каким-то потасовкам, к постоянному доказыванию собственной правоты. По этой карте вам надо быть несколько более лояльным и толерантным. Как бы я не любила, не не любила это слово, но я его использовала сегодня. Это та карта, которая говорит действительно о том, что вы очень много раздражаетесь, что вы можете по пустякам, по каким-то вступить в ссору, какую-то спорную такую ситуацию создать. Вот это ваша конфликтность человеку не нравилась. Для тех, кто загадал цифру 4, здесь целых 3 варианта. Неужели столько недостатков может быть? Ну и здесь в сочетании вот эти 3 карты дают следующую ситуацию. Человека раздражала или раздражает действительно большая ваша внутренняя сила, которая позволяет вам в некоторые моменты поворачиваться и уходить без оглядки. И вот эти постоянные уходы и приходы обратно невероятно раздражают, тем более, что они периодически повторяются. Или какая-то цикличность обещания уйти тоже может существовать по данной карте и абсолютно не влиять положительно на ваши отношения, либо уже данная ситуация не повлияла положительно. Также, если речь идет о бывшем партнере, здесь можно сказать, что человека просто взбесило, как, по его мнению, вы легко ушли, как вы уехали от него или съехали. То есть человека это раздражает. Ему казалось, что, наверное, нужно было вам больше страдать. Может быть, вам нужно было как-то так трудней, скажем, уходить от него, выразить ему все переживания по данному поводу. Но человек считает, что вы настолько сильный, что не нуждаетесь в каких-то там выражении эмоций. И вот это человека задевает. Что касается тех, кто загадал цифру 5, мы смотрим. Ну и здесь есть несколько вариантов толкования по этой карте. Опять же, смотрите, что больше подходит в вашей ситуации. Первый вариант следующий. Это ваша любовь к одиночеству, это ваша любовь об особленности и личной такой, скажем, кельи, личной комнаты, личной территории. Второй вариант это то, что вы, по мнению человека, были слишком заумны, вы слишком начитаны, вы слишком грамотны. В общем, вы все слишком, слишком, слишком. И все это связано с хитромудростью. То есть человек, в принципе, по данной карте, я могу сказать, что считает вас одиночкой или считает вас человеком, который действительно самодостаточен настолько, и настолько грамотен, настолько мудр, что ему просто не нужны другие люди вокруг. Также эта карта может иметь еще одно значение. Излишняя аскеза. То есть, может быть, человеку хотелось, чтобы вы как-то более празднично, более радостно одевались, чтобы вы, может быть, тратили больше денег на развлечения, например. Ну, а с вашей стороны он получил такую более серьезную, обдуманную, взвешенную реакцию, кое-где, может быть, по его мнению, даже возникала скупость. То есть, вот такие ситуации тоже могут быть по данной карте. Для тех, кто загадал цифру 8. Ну, и здесь можно сказать тоже о многих вариантах. Первое, это то, что, извините, но вы пьете, например, или принимаете какие-то препараты, которые запрещены и прочее. Второй вариант, это то, что вы, человеку, казались мутным, вы, человеку, казались таким не очень ясным, не очень твердо и, так скажем, явно выражающим позицию свою человеке. То есть, это та карта, которая говорит о том, что человеку не нравилась ваша неясность. Он как будто бы смотрел на вас в полумгле, в полутемноте и не понимал вас, чего вы хотите вообще от него. Вот это отсутствие ясности, отсутствие ясного обозначения своей позиции в каких-то ситуациях, конечно, могло сыграть не на руку в ваших отношениях. Также по данной карте могут проходить любовники и любовницы. То есть, здесь можно сказать, что человек считает вас не слишком честным или не слишком честной, поэтому не хочет водиться с вами, скажем так. То есть, раздражало действительно ощущение, ощущение, что вы что-то скрываете, что вы врете, что вы, например, пьете или что вы вызываете у него какие-то подспудные страхи, являясь мутным. Выбирайте, что из этого в вашей ситуации может подходить. Потому что карта, ну, такая, действительно, которая может многое говорить нам и многие ситуации освещать с разных сторон. Значения я перечислила. Для тех, кто выбрал цифру 6, смотрим, что раздражало человека в вас. Тут можно сказать, что ваша излишняя пугливость и неготовность совершить какой-то шаг или, наоборот, такие необдуманные действия в состоянии страха и паники, вот это то, что может по данной карте раздражать человека в вас. И более того, это может обозначать сами страхи человека, который являлся или является вашим партнером. То есть он постоянно чего-то боялся или боится, что вы что-то сделаете не так, как ему бы хотелось. Вот такие моменты присутствуют все-таки в данной карте. В общем, страх, страх, страх и еще раз страх во всех его проявлениях. То есть либо ваш страх, либо страх по отношению к тому, что можете совершить вы. Вы, в общем, человек, наверное, который раздражается вашими страхами и очень много о них думает, наверное, и сам не такой уж смелый, каким хочет показаться на первый взгляд. Также это может означать ваше ночное охождение по мукам. То есть отсутствие у вас такого стабильного ночного сна, когда вы можете вставать, ходить, шататься туда-сюда, пугать близких и родных, которые, в принципе, сопят ни о чем не подозревают, а тут вы такая красивая или такой красивый. То есть вот такие варианты есть по данной карте. И для тех, кто загадал цифру 3, следующий вариант. Ну, что можно здесь сказать? Это, опять же, карта, которая может говорить об алкоголе. Это карта, которая может говорить о том, что на работе у вас слишком тесные дружеские отношения, и вы очень много времени уделяете именно своей работе, своим трудовым будням. А также данная карта может говорить о том, что вы слишком много времени уделяете друзьям. При этом человек считает или считал ваш партнер, что о нем вы абсолютно забывали. И здесь эта карта может говорить о том, что по ней человек считал, что вы действительно не считаете его номером один или ее номером один. То есть, что у вас есть какие-то более тесные отношения, которые не дают выйти вашему партнеру на первый план. Вот такое у нас получилось гадание. Если заинтересовала ваша позиция, если вы хотите разобрать отношения с вашим любимым человеком или с бывшим партнером, чтобы не допускать в будущем каких-то ошибок, то вы можете всегда заказать для себя индивидуальное гадание. Ну, я всем желаю удачи, до встречи, всего доброго, до свидания.